Значит, по мнению Николя, такие организации, как ДПНИ и Славянский Союз, поддерживались государством в течение многих-многих лет, и потом перед самыми главными выборами они закрывают специально эти организации для того, чтобы набрать себе голосов. Вот, мы боремся с фашизмом. Ваша реакция? Я, мне ничего не известно о том, что государство поддерживало когда-либо ДПНИ или уж тем более Славянский Союз. А потом, что значит поддерживало? Лидеры страны никогда не встречались с представителями этих организаций. Насколько мне известно, финансирование этих организаций государство также не осуществляло. В таком случае не совсем понятно, что подразумевается под словом поддерживали. Но при этом вы, извините, при этом государство толерантно относилось к этим организациям, не закрывало их раньше, не существовали. Славянский Союз около 10 лет, ДПНИ около 6-8 лет. Почему мы при этом? Потому что мы живем в государстве, в демократическом, и в демократическом государстве самое главное закон. И государство не может президент или премьер-министр выйти и сказать, так, вот эти организации больше не существуют. Существуют определенные законодательные процедуры. После того, как эти организации нарушили закон и судом были признаны экстремистскими, они были закрыты. То есть это не государство закрыло, не руководство страны, это суд признал эти организации вредными, экстремистскими. И суд прекратил существование этих организаций, а не государство. Все-таки можно ли сказать, что сейчас перед выборами государство пытается закрыть оппозиционные организации? Этого точно сказать нельзя. У нас работают оппозиционные СМИ, у нас работают оппозиционные движения, они проводят оппозиционные митинги, в том числе разрешенные оппозиционные митинги. Поэтому сказать, что происходит какое-либо давление на оппозицию невозможно.